Доброе утро еще раз всем! Уже по доброй традиции каждую пятницу в программе Утро на СТС работает Академия Волшебства, где мы учим вас удивлять ваших же близких. И уже как всегда с нами наш добрый друг, добрый маг Виталий Бивол, иллюзионист. Виталий, доброе утро! Здравствуйте! Скажите, Сергей, как вы думаете, какое из самых главных изобретений в наше время используют люди для жизни? Ну, учитывая то, что я вижу на столе, наверное, эти спички... Конечно, это огонь! Огонь! В древности люди, да, в древности люди это появляли из камней, с помощью... Сейчас, конечно, люди живут в интернете. Вот как только что обсуждалось в Фейсбук, люди живут там. Люди, которые живут в интернете, не в состоянии в какой-то кризисной или подобной ситуации справиться с подобными жизнями, да? Для следующего трюка нам нужны спички. К сожалению, бывает иногда в жизни так, что спичка оказывается последней в коробке. Вот как, например, сейчас. Как, например, сейчас. Мы достаем одну спичку. Друзья, друзья просят нас зажечь огонь. Мы на шашлыках, мы где-нибудь на природе. Мы закрываем коробок, поджигаем спичку, проводим над коробком и говорим волшебные слова. Какие вы знаете? Трак-тиби-док-трак, да, и все остаются довольны обычно. А вот интересно, мои сработает, у меня чуфоры-муфоры-бум. Давайте попробуем. Чуфоры-муфоры-бум. И мы открываем коробок, и у нас появляется полный коробок спичек. Мои заклинания работают! Так, а теперь, кстати, как вы это делаете? Сергей, это потрясающий трюк, потому что обычно говорят, ну, может нам спрятать одну спичку, две, но когда вы прячете такое количество спичек, это, конечно, удивляет. Так. И это, что мы делаем? Мы не прячем, это с помощью волшебства появляются спички. Сергей, для этого трюка нам понадобится два коробка спичек для того, чтобы сотворить такое чудо. Это невероятно, но они оказались у меня в кармане. Одну секундочку, Сергей, одну секундочку. У вас тоже есть? Один коробок у меня тоже есть. У меня два. Еще у меня есть волшебные ножницы. Волшебные ножницы, которые появляются... Если вы, Виталий, произнесете волшебные слова, может быть, у меня тоже появятся. Я практически их уже чувствую. Вы чувствуете их? Волшебство надвигается на студию. Вы чувствуете? Отлично. Волшебные ножницы. Прекрасно. Сергей, вам необходимо взять и раскрыть два коробка. Оба я раскрываю. Да, вам необходимо иметь две одинаковые внутренние части. При этом мы спички оттуда выкладываем. Спички выкладываем, конечно. Так, раз. Два. В одном из них вы отрезаете... Одну из сторон, более узкую, да? Да, да, вы отрезаете это ребрышко. Так. Осторожнее, не порежьте пальцы. Вот таким образом. Потому что это будет один из самых сильных трюков. Вообще, учитывая события, произошедшие на этой неделе в столице, конечно, лучше с огнем не играть. Не играть. Вы что, Сергей? Подожас, сгорит не только, да. Не только малина, но и клубника. И клубника. Вот. Хорошо. У нас появляется вот такая вот штучка. Да? Да. Вот она у меня. Что мы делаем еще? Мы срезаем с ширины, вот здесь вот, мы срезаем по миллиметру. С двух сторон. Вот таким вот образом, как это делаем мы, Сережа. Это нужно очень аккуратно делать, да? То есть это ювелирная работа. Это очень ювелирная работа, потому что один мой знакомый вот так вот вырезал из коробка и получил бриллиантовое жерелье. Вот так вот. У волшебника все вышло. Получилось, Сережа? Да, Виталий. Хорошо. Все есть. Теперь вы берете, вы берете и вставляете вот таким вот образом. Я сниму отсюда. Вы снимаете часть вот эту вот, да? И на другом вы вырезаете точно такой же кусочек. Видите? Потому что он вам мешает, конечно. То есть на втором... На втором только одну часть. На первом вы вырезаете ребра с двух сторон. Учимся, друзья, учимся волшебству. Даже волшебство сегодня подвластно человеку. Это, которое вы срезали, да, вы вставляете вовнутрь. Прекрасно. Есть. Вот таким вот образом. Да. Вот получается, давайте я еще раз покажу крупно. Вот у нас одна часть. Мы специально взяли разных цветов внутренней части, чтобы И вот мы таким образом их соединяем. Причем на одной из них мы отрезали миллиметр с обеих сторон. Для того, чтобы не вылазило. Есть. Мы специально взяли разных цветов для того, чтобы вы могли видеть, что, куда и как всовывается. Это очень важно. Далее вы кладете сюда спички. В хаотическом порядке. Да, конечно. Ну, желательно, желательно, чтобы они были... Ой, а можно я соединю и красный, и зеленый? Красный, и зеленый, можно и синий. Чтобы было просто интереснее и веселее. Главное не голубые, Сергей, главное не голубые. Главное, да. Да, не голубые. Нам... Не надо тут голубых спичек. Голубых спичек. Так, красный и зеленый мы соединили. Прекрасно. Есть. Теперь вы всовываете в коробочек. Теперь закрываем? Вот таким вот образом, да. Две части мы всовываем сюда, да. Так. Вот. Есть. Теперь на одну из частей, где мы вставляли спичечки, да, у нас идет, вот она. Ага. На секундочку. То есть мы на нее... Мы проталкиваем вот таким образом. Смотрите. Когда вылазит часть, мы проталкиваем эти спички назад. И коробок визуально совершенно пуст. О, я теперь понял. Ни звука, ничего. За счет того, что вы пальцами поджимаете уголочек, нет звука. Звука нет, это полная иллюзия о том, что коробок чист. Далее вы берете и поджигаете последнюю, проводите здесь. У меня получилось. Закрытие, у вас появляется полный коробок со спичками. Так, вот смотрите, у меня пустой. Я закрываю. Сергей. А волшебные слова. А, волшебные слова. Чуфор и муфор. Чуфор и муфор и бум. Есть спички. Есть. Полный коробок спичек. Спасибо большое, Виталий. Главное. Вам за то, что главное. Главное, что? Главное, это помнить, что спички детям не игрушка. А все мы в душе дети. Поэтому все давайте не будем играться, а просто учиться волшебству в нашей Академии Волшебства в программе Утро на СТС вместе с Виталием Бивол, иллюзионистом. Виталий, большое спасибо тебе. Спасибо тебе, Сергей. А вы всегда можете, если вы не успели что-то просмотреть, увидеть урок Академии Волшебства на нашем сайте stsdfiz.tv.md в интернете. Спасибо вам большое. Мы переключаемся на утренний сюжет.